Приветствую вас, давайте я сперва немножечко по тексту вообще пройдусь, да, то есть, общее впечатление о тексте скажу. Значит, во-первых, я прочитал ответы своих коллег, мне кажется, что наиболее, наиболее заслуживающего внимания ответы, это ответы Кудрыщева, Игоря Леонидовича, Бориса Никифорова и Оксаны, город Москвы, вот, мне кажется, что эти ответы, они, конечно, разные, то есть, каждый из этих ответов, он формирует свой подход, свою школу психологическую, вот, ну, опражняют, опражняют, опражняют направление психологической школы, вот, каждого из специалистов, мной приведенных, вот, но, тем не менее, каждый в своей школе, мне кажется, достаточно профессионально и глубоко вам ответили на вопрос, вот. Что касается антио ответа, который вам также дал мой коллега, то его я не слушал, да, поэтому, если будут какие-то, значит, ну, повторения на фоне ответа моего коллеги, то заранее прошу прощения у вас. Значит, по самому тексту мне показалась чрезмерная отстраненность у вас от ситуации в целом. По тексту мне показалось, что вы сейчас находитесь в состоянии, знаете, отстранения, отчуждения, отдаления, непринятия проблемы на духовном уровне, на эмоциональном уровне, вот, и из-за этого описание проблемы, ее развития, ее генезис, ее тело, тело проблемы, на мой взгляд, описано очень сухо, безэмоционально. Акценты, если они сделаны, то они сделаны исключительно на то, что кажется действительно проблемой вам, то есть, не на то, что является проблемой, а на то, что кажется проблемой вам. Это вот разные вещи, на мой взгляд, очень разные вещи. То есть, одно дело, когда человек делает акцент на том, что он действительно считает проблемой, и он хочет, значит, ее решить, эту проблему, да, и другое дело, когда человек просто описывает проблему, и он не тот, чтобы не хочет ее решить, он ее не чувствует. Вот такое у меня возникло ощущение, что даже если это и ваша проблема, действительно, то вы ее не чувствуете, вы не чувствуете, что она вам близка, близка. Вот такое впечатление у меня сложилось после прочтения вашего текста. Потому что, ну, вы знаете, такие, такие отстраненные тексты, вопрос, они всегда говорят, что проблема немножечко в другом. Да, то есть, не в том, что вы описываете, а в другом, в другом. И именно поэтому я выделил ответы тех экспертам, которых я назвал. Почему? Потому что, например, Оксана сказала вам о том, какие могут быть предпосылки этих ваших состояний с точки зрения, например, гендерного поведения. То есть, это отсутствие защищенности, это, соответственно, какая-то борьба, это, соответственно, жесткие обязанности, да, которые вы занимаете, которые вы обязаны выполнять в своей семье, в своей паре, вот, и так далее. То есть, как бы акцент делается на том, что стоит за этими обстоятельствами. Значит, Борис Никифоров говорит о том, что, как бы, принятие себя очень тонкая штука. Что нельзя просто взять, да, и сразу принять в себя любовь. То есть, да, любовь в себя принять, конечно, это цель, конечно, цель, принимать в себя любовь. Но также нужно, чтобы вы соответствовали тому, какой идеал вы простроили в себе, в своем сознании, в своем представлении, в своем воображении. И к этому идеалу нужно стремиться. Вопрос в том, что вы делаете для того, чтобы стремиться к этому идеалу. Ну и, наконец, ответ Кудрячева Игоря Леонидовича полезен тем, что он раскрывает моменты, связанные с вашими установками. В том плане, что, вот вы говорите, например, что, если я имею лишний вес, то я, соответственно, не смогу заниматься сексом с мужем. То есть, вот эта условность, да, условность, она идет из детства. И, таким образом, я рекомендовал бы вот эти три направления вам избрать себе для дальнейшей работы. Теперь, значит, более конкретно, ближе, значит, ближе к тексту. Во-первых, вы не написали вопрос, то есть, проблему вы описали, а вот вопрос нет. То есть, проблема, это понятно. То есть, какая проблема, это понятно. Но вы не написали вопрос, чего вы хотите из всего этого, да? То есть, можно смотреть в сторону принятия себя. Можно смотреть в сторону коррекции вашего поведения. Можно смотреть в сторону причин появления лишнего веса. Можно смотреть в сторону отношений с вашим мужем, да? То есть, которые вы явно ему не доверяете, ну, не до конца доверяете. То есть, где-то подознательно вы считаете, что он вас такой вот, какая вы есть, да? Не принимает. То есть, ну, более полный он вас не принимает. Ну, и какое из этих направлений вы выбираете для работы? Какое из этих направлений можно назвать, ну, скажем так, скажем так, первичным? Да? Какое направление работы является более важным для вас? Опять же, что вы считаете? Вот это, это и есть важнейший элемент. И именно этого, что любопытно, вы не написали. То есть, вы не написали того, через чего вы хотите. Отсюда вопрос. Насколько вы заинтересованы в том, чтобы решить свою проблему? Заинтересованы ли вы вообще в этом? У меня есть определенные сомнения на этот счет. Именно по тому, как вы, значит, ну, именно по тому, как вы подали свой текст в вопрос. Есть сомнения на этот счет. Вот. Значит, что я хотел бы добавить к тому, что вам сказали, сказали, значит, высшие коллеги. Я хотел добавить вам то, что у вас могут быть, могут быть, определенные проблемы с личными границами. Почему? Да. Дело в том, что у вас имеются подруги. То есть, такое вот высказывание, да, о том, что, значит, подруги говорят. Подруги, ну, обладают каким-то мнением, да, подруг вы слушаете, скажем так. Вот. И тонкость здесь именно в том, что вы не отделяете подруг из себя. И вот, если это так, действительно, если это так, то это еще одна проблема. Проблема личных границ. Без защиты которых, без соблюдения которых, вы, возможно, не сможете быть счастливы, потому что вы, ну, как бы, ориентируетесь на мнение других людей. С другой стороны, если вы ориентируетесь на мнение других людей, то у этого тоже есть причины. И причины эти лежат, конечно же, в ваших представлениях. То есть, почему я допускаю, почему я делаю для себя возможным, почему я считаю для себя возможным прислушиваться ко мнению других людей. Вот. Это, ну, такой, знаете, структурный момент, именно, вот, связанный, да, с тем, что вы написали. То есть, как бы, я хотел бы сюда добавить. Добавить. Итак. Сильно прибавила в весе, пишите вы. И из-за изменения внешнего вида не могу заниматься сексом с мужем. Ну. То есть, вы перестали видеть себя красивой. Вы перестали видеть себя привлекательной. Ребята. Здесь я, пожалуй, соглашусь отчасти с тем, что вам сказали коллеги, ориентирующиеся на духовность. Да. То есть, о том, что вы очень много внимания, видимо, уделяете телесному. Но ведь сексуальность, это не телесно, сексуальность, это не какой-то стереотип внешний. Если мы говорим не о моде, да, а о людях. Вот, например, ваш муж, он говорит, что его все устраивает. Да. Но вы ему почему-то не верите. Вы почему-то не, ну, не принимаете его выбор. То есть, вы как бы, как бы, подвигаете сомнению его выбор. Говорите, что нет, я тебе не верю. Я не верю тебе. Я не считаю, не считаю, что ты прав. Я не считаю, что ты говоришь какую-то истину. И здесь вопрос, вы не верите ему или вы хотите считать так. А может быть, все дело вообще в другом. Все дело в том, что вам перестал, например, нравится секс с мужем и вы хотите его избежать. Очень многие люди избегают сексуальных отношений. И именно поэтому вы и пополнили, чтобы иметь оправдание и не заниматься сексом со своим мужем, например. Может такое быть? Может такое быть. И у этого, конечно же, тоже есть свои причины, которые также нужно разбирать. Но, еще раз повторю. Вы прибавили здесь. Это, конечно, неприятно. Безусловно. Это, безусловно, неприятно. Но, если вы хотите секса, и если вы хотите, чтобы ваш муж, ну, как бы, получал удовольствие, да, и если вы хотите своего мужа, если вы хотите ему счастья, если вы понимаете, что вот его счастье это, в том числе и секс, и в том числе секс с мамой, да, вот, то вы, соответственно, ну, набрали вес, вы себе не нравитесь. Можно это, в принципе, представить. Как бы, вот, как, ну, как, как это сказал мой коллега, да, можно это понять. Но тогда вопрос заключается в том, а что вы делаете для того, чтобы вернуть свой вес в, как бы, норму, да, норму для вас, и что вы делаете с теми обстоятельствами, которые вас привели к тому, что вы, вот, набрали вес. То есть, если вы не делаете ни первого, ни второго, да, то есть, если вы не имеете четкий план по снижению веса, если вы не имеете четкого намерения делать что-то с тем, чтобы обстоятельства, которые привели к тому, что вы набрали вес, больше вас не беспокоили, то по факту это означает, что вы хотите в глубине души, чтобы это было так. Вот. Что за этим стоит, конечно, вопрос большой. Да, просто нежелание заниматься сексом с мужем, проблемы с ним, как сказала Оксана, или, может быть, это ваши личные проблемы, то есть, например, ну, появившееся представление о том, что вы, там, недостаточно хорошая жена, недостаточно привлекательная женщина и так далее. То есть, причин может быть очень много. Вы говорите, у него желание есть, говорите, что все устраивает, но меня-то не устраивает свой внешний вид. Хорошо, но вы можете заниматься сексом с мужем ради мужа, хотя бы, если у него есть желание. Вот. То есть, он же хочет секса, и он имеет полное право удовлетворять свои потребности здесь. То есть, я здесь не говорю о том, что вас не устраивает свой внешний вид, про это мы уже сказали. Я здесь говорю именно в контексте вашего мужа. Вы думаете здесь только о себе, и возникает вопрос, насколько вы относитесь к своему мужу. Если у него есть желание, то он говорит, что вас устраивает, значит, он не видит преград для того, чтобы заниматься с вами сексом. Если он не видит преград, и при этом он хочет вас, значит, ему нужно это дать. В противном случае получается, что мужчина лишён интимной жизни на неопределённый срок. Почему на неопределённый срок? Потому что вы не описываете каких-либо временных рамок для того, когда вы, например, вернёте свой вес в норму, делаете ли вы что-то для этого. Или вы не описываете временных рамок для того, чтобы убрать обстоятельства, которые повлекли за собой набор веса, понимаете? Вот. То есть, из этого я делаю вывод, что мужчина на какое-то время остаётся без интимной жизни. И нужно узнать у вас, как вы сами к этому относитесь. То есть, считаете ли вы, что это, ну, грубо говоря, в норме? Считаете ли вы, что это здорово? И как вы вообще к этому относитесь, понимаете? Вот. Какая история. То есть, момент здесь, да, он именно такой. То есть, есть ещё муж, помимо вас. Да? Есть ещё другой человек, помимо вас. Дальше. Из-за этого я стал скованный в постели. А из-за чего вы стали скованный в постели? Из-за своего внешнего вида. Хорошо. Если вы стали скованный в постели из-за своего внешнего вида, и если вы действительно хотите секса, если вы действительно хотите заниматься своим сексом, то нужно срочно возвращать себя в приятное состояние. Либо вы никогда себя не принимали и принимали себя условно. Да? В данном случае условное принятие себя это, ну, такая, знаете, серьёзная проблема. И я бы сказал, что её можно решить на самом деле. Вашу проблему её можно решить. Просто для этого потребуется больше времени. Тогда как, например, для того, чтобы вы постарались принять себя, вот, ну, как бы принять то, что у вас есть определённая мобиль своя, да, гораздо легче. И гораздо легче увидеть, что мешает вам, значит, делать шаги к ней. Тем более, если вы знаете, что это и что за модель такая у вас. Тем более, если вы знаете, что это за эталон внешнего вида, который подходит, ну, по вашему мнению, только вам. Вот. Дальше, значит, прикосновения не возбуждают, а напрягают. Хочется закрыться руками и втянуть живот, а не расслабиться. Ну, здесь, опять же, идёт не принять того же, что, как вы выглядите. То есть, понимаете, вы говорите, сильно прибавила в весе, да, и из-за своего внешнего вида не могу заниматься сексом с мужем. Не, не могу. Здесь нет слова не могу. Здесь нет слова не хочу. Я не хочу с таким телом заниматься сексом своим мужем. Допустим. Но тело-то как появилось такое? Оно же для чего-то появилось. Оно же стало следствием того, что вы заедаете, если у вас нет гормональных проблем. Опять же, как сказали мои коллеги. Вот. Я занимаюсь сейчас в спортзале, соблюдаю диету, вес понемногу снижается, есть прогресс. Ну, если не будут выявлены проблемы, причины, по которым вы начали прибавлять вес, то я боюсь, не имеет смысла заниматься в спортзале, соблюдать диету и прочее, прочее, прочее. Не имеет смысла. Подруги говорят, люби себя, какая есть, но я не могу полюбить это тело. Вот понимаете, это, это, да, опять же, вот смотрите, подруги говорят, люби себя. При чем здесь, подруги? Какое вообще имеет отношение подруги к вам? То, что касается вас, то, что касается вашего тела, это только ваше. Это не подруга. Понимаете? Какое имеет отношение подруги к тому, что с вами происходит? Вот. Мало ли что они говорят, да? Это с одной стороны. С другой стороны, с другой стороны, вы говорите, я не могу полюбить это тело. Нет. Во-первых, не не могу, а не хочу. Я не хочу любить это тело. Потому что тогда я должна буду заниматься сексом с мужем, да? А для меня секс с мужем, это что-то такое, ну, условное, да? То есть в секс с мужем вы вкладываете что-то. В секс с мужем вы вкладываете какое-то свое собственное значение. Я не знаю, какое значение вы вкладываете в секс с мужем. Но совершенно очевидно, что это не просто секс. Это что-то еще, помимо. Либо вы доказываете себе, что вы красивая. Либо вы доказываете что-то своему мужу. Либо есть что-то еще. Я не знаю. Но это не просто секс с мужем. Понимаете? Далее. Э-эм... Это тело, впечатли. Э-э-это. Лечевой момент. То есть то, что вы говорите, это, да, именно, это. Э-э-эм... Это родительская позиция. И родительская позиция скопирована у вас, э-э-э-э, вероятно, опять же от ваших родителей. Ну, либо от значимых фигур, которые были в вашей жизни. И если это так, то вы всегда, э-э-э, в своих, э-э-эх, значит, суждениях руководствуетесь именно тем, э-э-э, что, вот, собственно, говорят вот эти вот фигуры. Родительские, либо там еще кто-то, э-э-э, значимые в вашей жизни. И... Э-э-э... отсюда невозможность принять это тело. Это не это тело. Тело ваше. И его нужно действительно любить. Любить другим. Любить как им угодно. Потому что оно все равно ваше. Но у вас есть представление, что если тело изменилось, да, если тело стало другим, то это уже не ваше тело. Это уже чье-то тело. Вопрос в том, откуда появилось это представление. Для вас же самой, э-э-э, будет лучше, если вы подобное, э-э-э, стереотипическое, э-э-э, представление о себе измените. Потому что, опять же, я здесь не оригинален, да, но в течение жизни, с человеком, э-э, происходят разные вещи. Он может, э-э-э, ну, он может меняться, человек. Э-э-э, у человека может меняться гормональный фон. Да просто образ жизни у человека может меняться. И вы точно будете меняться. Вы не сможете иметь одно тело на протяжении всей жизни. А муж ваш, ну, скажем так, э-э, по умолчанию, да, он будет с вами всю жизнь. Как и секс будет с вами, ну, если не всю жизнь, то, э-э, большую ее часть. При здоровом образе жизни. Значит, вне зависимости от тела, секс может иметь место быть. И секс – это не тело. А для нас секс есть тело. И вот вопрос у меня возникает. Насколько вы любите своего мужа? Насколько вы искренне к нему относитесь? Понимаете? Если для вас секс – это именно тело только. Вот это, пожалуй, и является самым главным. Самым главным. Здесь даже речь идет не о том, не конкретно о принятии себя. Речь идет об отношении вас к своему мужу. Ибо если вы любите его, любите его, и видите, как он любит вас, и позволяете ему любить себя, да, а любовь безусловна, то есть все остальное безусловно тоже. А если у вас есть условие, если вы напрягаетесь, если вам хочется закрыться, втянуть живот, значит, значит, не такая уж условная любовь. Либо у вас к себе. И здесь дело не в животе. Понимаете? Здесь дело не в весе, не в внешнем виде. Вы себя на духовном уровне не принимаете полностью такой, какая есть вы. Понимаете? Изменение внешнего вида, изменение веса – это следствие. Возможно, именно следствие того, да, что вы постоянно в этой борьбе. Я должна соответствовать какому-то, эм, ну, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ И приводит к тому, что вы в итоге, да, заедаете. То есть вы же что-то начали заедать. Вы же почему-то начали прибавлять вещи. Вот. Понимаете? То есть я думаю, что проблему можно описать так. Если я никогда не буду уже такой внешне, как была, боюсь того, что секс никогда больше не будет таким, как раньше. А вы серьезно думаете, что секс зависит от тела? Вы серьезно так считаете? А как же тогда любовь? Как же тогда брак? Или вы считаете, что в браке вы будете всегда одинаковы? И всю жизнь вы будете одинаковы? Понимаете? То есть я рекомендую вам вот эту вот духовную сферу, эмоциональную сферу развивать в себе. Это вот то, что прямо нужно вам. Потому что, потому что, тело это здорово. Но помимо тела есть еще эмоциональная сторона. И, на мой взгляд, развитие эмоциональной сферы даст вам серьезный стимул для качественного улучшения своих отношений. Вообще-то со всеми, да? Вот. Ну и, собственно, какая проблема для вас, да? То есть вот вы говорите страх. У вас есть страх, что секс никогда не будет таким, как раньше. Вот. А что значит, я боюсь? Вот вы говорите, что я боюсь. Что значит, я боюсь? Вы боитесь всего, что у вас секса не будет такого, как раньше. Так это зависит целиком и полностью от вас. Не от мужа. Вы же, вы же напрягаетесь, да? И потом, ваш, ваш внешний вид, он же менялся постепенно. Он же не появился сразу, да? Вот, он менялся постепенно. И вы это видели. Вы видели. Но, опять же, даже в этом контексте, в контексте того, что вы видели, как он меняется не в лучшую сторону для вас, да? Что вы делали? Вытянули. Потому что сильно прибавить в весе за короткий промежуток времени нельзя. И у меня вопрос. Так как же вы все-таки набирали вес? Что же там все-таки произошло у вас? Понимаете? Ну, и вот эти все аспекты, которые я сказал. Соответственно, вам нужно ответить на вопрос с Сибиром. Какой помощь вы хотите? Какая помощь вам нужна? Потому что, ну, вот, так и непонятно до сих пор, какая помощь вам нужна. То есть, ну вот, вы описали проблему. Ну, значит, вы описали проблему. Хорошо. А дальше что? Как вам видится помощь психолога? Какой помощь вы хотите получить от психолога? По какому вопросу? В каком направлении? Что вы хотите изменить в себе? Если тело, это одно. Если больше не поправляться, это другое. Если принять себя, это третье. Чего вы хотите? Вот, сформулируйте запрос. Потому что, знаете, если вы чего-то не хотите, то работать, например, над тем, что вы не хотите делать, или что вы не считаете сколько-нибудь адекватной проблемой, но, мягко говоря, будет потерей временной. И вашего, и коллег. Поэтому подумайте сначала, что вам нужно. Что первично. Если не знаете, можно обсудить. Можно обсудить. И со специалистом вы сможете увидеть, что именно первично, а что вторично. И на что вы хотите направить свои усилия. Кто знает, может быть в процессе вы поймете, что это не главное, а главное совсем другое. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!